Добрый вечер! И снова мы говорим о нашем городском хозяйстве, о всем, что с этим связано. Говорим о нашем транспорте, говорим об наших дорогах, говорим об организации дорожного движения. С этого я и начну сегодня. На улице уже достаточно тепло, действительно началась полноценная весна, и с первыми лучами солнца на улицах нашего города появилось очень много как электроскутеров, так и электросамокатов. Сейчас действительно есть с чего выбрать в этом отношении, на чем можно передвигаться по городу помимо автомобиля. А мы уже говорили о том, что наша задача как можно меньше автомобилей в центре города, и как можно больше зон пешеходных и зон с велодорожками. Над этим мы тоже работаем. И сейчас мы помимо того, что обновили новую разметку, вернее нанесли новую разметку по трассе здоровья, где четко выделили и обозначили зоны для велосипедов, самокатов и так далее, отдельно от пешеходной зоны, так и по центру города сейчас ведем активную работу по организации велодорожек. И уже все эти современные электросамокаты, электровелосипеды, обычные велосипеды, которые, кстати, могут развивать достаточно высокую скорость, мы заведем на эти специально выделенные велодорожки, так как все-таки, несмотря на их экологичность, безопасность пешеходов, и тех людей, которые катаются на самокатах и на велосипедах, в первую очередь. Мы говорили о том, что будет велодорожка с Киевского района в центр города, все этапы уже расписаны и это разработано, сейчас находится на согласовании в полиции. Активная реализация начнется в мае, в июне уже самой велодорожки. И по центру города также появятся новые велодорожки. У нашего КП «Парксервис» появится дополнительный источник дохода, новый вид деятельности. Наш КП «Парксервис» может быть оператором, а не только заказчиком услуг, то есть он будет оператором ночных стоянок. Ночных и вообще стоянок, не только парковок, но и стоянок. Мы помним, это разные виды деятельности. Первая муниципальная стоянка появится в Одессе уже этим летом, в июне месяце. Нам для этого необходимо внести изменения в устав ТКП. Я напомню, это сессионное решение. И после этого ТКП «Парксервис», я повторюсь, сможет заниматься дополнительным видом деятельности и появятся муниципальные стоянки. В завершении хотелось бы сказать о том, что мы начали очень большую работу. То, что накапливалось, не побоюсь сказать, десятилетиями на фасадах наших зданий, особенно это касается и исторического центра города. Все эти коммуникации, кабели, которые для подключения интернета, телефония и так далее. Многие уже даже нерабочие, с большими жгутами висят на фасадах наших домов, в арках, в центре города. Сейчас мы ведем инвентаризацию всего этого. То, что не работает, то, что не задействовано, мы демонтируем. Те коммуникации, которые еще функционируют, которые нужны, совместно с операторами, мы их инвентаризируем и будут заведены специально это короба. Это по возможности, даже будем заводить это коммуникации там, где это возможно под землю. В течение этого лета мы сможем и в этом вопросе навести в городе порядок. Но, действительно, тут большой участок этой работы, так как, повторюсь, все эти коммуникации накапливались десятилетиями. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, через неделю обсуждаем все самые основные вопросы в нашем городском хозяйстве. До новых встреч!